Ни один вид оружия, он не является панацеей победы, панацеей защиты и так далее. Оружие всегда применяется комплексно. Надо понимать, что война идет не только на территории специальной военной операции, она идет и у нас в тылу. Смысл до всех был потерян. Никакого доверия другому не было. Украинская армия наступала по инструкции, по наставлениям НАТО, под руководством НАТОвских офицеров. Но НАТО никогда не воевало с армией, которая с ней равна ей по силе. Я думаю, мы должны быть благодарны Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что за его твердую позицию он всегда был миротворцем, он всегда стремился к тому, чтобы не допустить кровопролития на Украине. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Виктор Николаевич, в первую очередь попрошу оценить состояние дела на линии боевого соприкосновения. И вот стоит ли ожидать каких-то коренных изменений в связи с наступлением, в первую очередь, тепла? Я думаю, принципиальных каких-то изменений ждать не стоит. Я думаю, что будет продолжаться постепенное давление на украинскую оборону, на оборону украинских войск с продвижением наших подразделений вперед. Пока мы не освободим как минимум Донецкую Народную Республику, пробегаясь к Харькову, освобождая Харьковскую область. Но таких решительных изменений я не ожидаю в эту весну. А в течение года я бы надеялся, что мы освободим Харьковскую область, мы освободим Днепроветровскую, Николаевскую, Одесскую. Но это вот мое желание, я не знаю, как оно совпадает с планами Генерального штаба и администрации президента во главе с Владимиром Владимировичем. Но я полагаю, что без освобождения этих территорий мы не обеспечим безопасность наших пограничных областей, Белгородской, Курской, Воронежской, Крыма, Крымского моста, Черноморского флота. Потому что оттуда все время идут атаки беспилотников, ракет. Супостат в лице Соединенных Штатов и НАТОвских подразделений корректирует полеты этих беспилотников, руководит пусками ракет со стороны Румынии, со стороны Польши. И я думаю, что этим надо заниматься, лишить Украину выхода к Черному морю. Вот только так мы можем гарантировать безопасность нашего Крыма, но и освободить Харьковскую, может быть, часть Сумской области, для того, чтобы обезопасить нашу Белгородскую область, Курскую и Воронежскую. Вот. Это просто необходимость такая. Ну, а я, поскольку надо понимать, что создав такую санитарную зону, о которой говорил президент, вот, мы можем столкнуться с тем, чтобы в санитарной зоне тоже будут наносить удары, да, с запада, с севера на юг, вот, но придется двигаться дальше, на запад и на север от освобожденных территорий. Но пока мы не войдем до польской границы. Это я так считаю. Вот. Но, опять же, не уверен, что так считают в генеральном штабе и в администрации президента. Вот. Но эта логика, я размышляю логично, потому что если останется хоть клочок украинской территории, там обязательно будут натовские войска, там обязательно будет натовская артиллерия, натовские ракеты, натовские дроны, вот, и они будут атаковать нашу территорию, наших людей. А потом мы, таким образом, если мы оставим какой-то клочок украинской земли, то мы не решим задачу не только обеспечения безопасности российской территории, но и демилитаризацию, и деноцификацию Украины, о которой говорил в начале специальной военной операции Владимир Владимирович Путин 24 февраля 2022 года. Важный очень момент, вот, на ваш взгляд, способны ли попытки, попытки компенсировать неудачи вот на линии боевого соприкосновения террористическими актами? Тут можно вспомнить не только Крокус, ведь можно вспомнить очень много ударов по абсолютно гражданским объектам, где страдают именно гражданские люди. Нет, компенсировать неудачи на фронте они не сумеют, но, конечно, приукрасить, как бы затемнить, замаскировать, конечно, не могут, потому что террористический акт в Крокус-Сити-Холле, конечно, где погибло более 150 человек, это, конечно, страшнейший варварский террористический акт, но и нападение на Белгород, на Чебекино, на другие населенные пункты российской территории, безусловно, это тоже террористические акты, которые о многом говорят, и говорят о кафарстве, о подлости киевского режима, которым руководят Соединенные Штаты и натовцы. Но ведь не только эти террористические акты. Мы же знаем, что беспилотники украинские, они летят в Череповецкий металлургический завод, вот в Мордовии сегодня позбивали беспилотники, перед этим Ленинградской области, Московской области и так далее и тому подобное. Я, Волгоградской области, я не думаю, что эти беспилотники летят с территории Украины. Конечно, какие-то летят с территории Украины, но до Мордовии с территории Украины больше 1200 километров. Таких беспилотников на Украине я не знаю. Я подозреваю, что это действует агентура ГУРа и службы безопасности Украины, которая, может быть, появилась на нашей территории вместе с беженцами, а их свыше двух миллионов на нашей территории. Может, это подкупленные люди, может, это сочувствующие люди украинской власти, бандеровской. Может быть, это по глупости люди делают. Но мы же знаем о четверых парнях свыше подросткового возраста, 20-летних, 18-летних, в Ленинградской области, которые травили продукты, которые собирались отправить на Донбасс. Но это же надо быть идиотами или просто не понимать, что они делают, когда они действуют против людей, которых они не знают. Я понимаю, как ты злость на ком-то срываешь, но не на знакомых людях. Какая, может быть, злость? Что ты пытаешься наносить удары по людям, которых ты в глаза не видел и так далее? Это же делается. Или пацаны, которые бросают коктейль Молотова в двери военкоматов, или поджигают распределительные электрощиты на железных дорогах, пытаются взорвать железнодорожные пути, а на БАМе пустить под откос вагоны и так далее. Это же делается на нашей территории. Надо понимать, что война идет не только на территории специальной военной операции, она идет и у нас в тылу. И определенные люди это делают. И мы же каждый день читаем, когда ФСБ арестовало то одного, то двух, то трех людей, которые готовили террористические акты, которые переводили деньги на украину украинских вооруженным силам. Ну и так далее. Много разных примеров. Поэтому я все время говорю, что надо вспомнить, как мы в 95-99 годах дежурили возле своих домов, когда бандиты северо-кавказские взрывали наши дома, метро взрывали, там железнодорожный вокзал в Волгограде и так далее. Много всего было такого. Мы же сплотились, мы же следили за этим. Если кто-то оставил в автобусе сумку бесхозную, мы же об этом поднимали шум и приглашали специалистов-саперов, для того, чтобы проверили, что это такое. Поэтому мы должны и здесь смотреть, кто что говорит. Я не говорю о том, что мы должны шпионить друг за другом. Не об этом речь. Речь идет о бдительности, об ответственности, о понимании того, что война, она не где-то там, она в нашем доме. И поэтому беречь наших родных, близких, свою семью, своих друзей, свой город, свой район, это задача и обязанность каждого человека. А не просто так, пусть там воюют мобилизованные или контрактники. Они за это деньги получают. Как такой обывательский мотив. А мы здесь будем ходить на пляски, голые вечеринки устраивать и так далее. Я беру крайности, конечно, но тем не менее мы должны понимать, что мы находимся сегодня на войне. И эта война приходит в каждый дом. И для того, чтобы мы не хоронили своих родных и близких, мы должны повышать свою ответственность, свою бдительность и понимать, что от каждого из нас зависит мир и спокойствие в нашем доме. Ну, а не как на войне, как говорится. И вот вы упомянули о некоторых видах вооружений, которые используются. И, по вашему мнению, не всегда они летят из территории, собственно, Украины. Скажите, пожалуйста, людям свойственно так во времена любых военных конфликтов, особенно в острой фазе, верить в какое-то чудо оружие. Можем вспомнить хоть меч-кладенец знаменитый. Мы так устроены. Из того, что сейчас используют стороны, на ваш взгляд, есть ли что-то, хоть отдаленно, подходящее под это определение? Нет, такого оружия нет, если не считать ядерное оружие. Но ядерное оружие мы на Украине применять не будем. Это очевидно. Украина, что бы там ни говорила, что бы там ни происходило, как бы ни оболванивали украинское население, но это наши братья. И мы не будем применять ядерное оружие против населения Украины. Для меня это совершенно невозможно. Но, безусловно, есть виды оружия, которые играют решающую и важную роль в проведении специальной военной операции. Но я по своей натуре, по своему жизненному опыту, по тем знаниям, которые у меня есть, я против того, чтобы абсолютизировали какие-то виды вооружений. Потому что ни один вид оружия, он не является панацеей победы, панацеей защиты и так далее. Оружие всегда применяется комплексно. С воздуха, с земли, с моря и так далее. Разные виды оружия против разных задач используются. Поэтому, да, у нас есть хорошее вооружение. Вот эти бомбы ФАП-250, ФАП-500, ФАП-1,5 тысячи, вот 3 тысячи есть. Управляемые, планирующие эти бомбы. Мы сбрасываем их с самолетов, штурмовиков, где-нибудь за 70, за 80 километров от цели. И они летят, планируют к цели, производят оглушающие воздействия на противника. И их невозможно сбить, обнаружить вовремя и так далее. Есть кинжалы, потрясающая гиперзвуковая ракета, которая может летать на 2000 километров и поражать любую цель. Тоже ее обнаружить нельзя. Есть цирконы с моря, которые стартуют, с Черного моря. Тоже гиперзвуковая ракета, тысячи километров летает. Да, есть ракеты Х-101, которые стратегические бомбардировщики наши запускают. Дальность 4 тысячи километров. Но есть артиллерия на земле, есть танки на земле. Наши хорошие танки Т-80, различные модификации. Т-72М3, Т-90МИС. Да, есть артиллерия, хорошие виды артиллерии, самоходные гаубицы М-100С. Ну и много-много других видов вооружений. Есть как бы мотострелковые части, есть саперы, есть автоматы, пулеметы и прочее. Есть минно-взрывные заграждения, которые мы установили на широком фронте. В прошлом году ни один украинский батальон не смог преодолеть эти минно-взрывные заграждения. И даже приблизиться к первой линии обороны нашей. Ну и так далее. Все играет на руку, если это грамотно, вдумчиво и по законам военной науки применяется. Я уже не говорю про инженерные заграждения в обороне и так далее. В наступлении тоже инженерные системы, которые прокладывают проходы в минных полях и прочее. Ну и тактика, оперативные искусства наших командиров тоже очень большое значение имеет. Ну и, конечно, мужество, стойкость и боевое мастерство наших воинов. Об этом надо говорить. У нас много героев, много кавалеров ордена. Мужество, медали за отвагу и так далее. Это действительно ребята сражаются доблестно, с честью и проявляют самые высокие воинские качества. Но я должен подчеркнуть при этом, что ведь и противник воюет очень мужественно и стойко. Там же и такие ребята, как и наши. Те же русские люди с той стороны. Да, сегодня у них мотивация, конечно, понижена очень резко. Потому что, вы знаете, у Победы всегда много отцов, поражение всегда сирота. И поэтому, когда украинская армия теряет поражение одно за другим, когда не хватает снарядов, боеприпасов, когда командиры относятся к солдатам как к второму сорту, как к пушеному мясу, конечно, люди чувствуют себя на поле боя, но не в своей тарелке. Но, тем не менее, они воюют. Кто-то, конечно, дезертирует, кто-то сдается в плен, кто-то просто пытается не попасть на службу в армию. Но кто уже находится в окопе, те, конечно, сражаются упорно. Я почему-то об этом говорю, потому что, когда мы принижаем действия нашего противника, мы принижаем мужество нашего солдата, который его побеждает. Поэтому противника надо уважать, что бы там ни было. Хотя, как сказал Владимир Ильич Ленин когда-то в одной из своих работ, победа на поле боя всегда зависит от состояния духа тех масс, которые на поле боя проливают свою кровь. И вот, конечно, боевой дух у наших солдат и офицеров намного выше, чем боевой дух у украинской армии, потому что, конечно, их можно и пожалеть, и посочувствовать им. Но, тем не менее, когда это противник, с ним поступают как противникам. Сдался в плен? Ты военнопленный. Если ты воюешь, мы с тобой воюем. Поэтому говорить о том, какое-то виды вооружений. Вот на Украине нет этих вооружений. На Украине нет авиации в достаточном количестве. На Украине нет ракет. На Украине нет бомб авиационных, которые используем мы. И так далее. Но, тем не менее, они воюют. Я хочу сказать, что у них еще большая проблема, что за их спинами находятся офицеры-генералы НАТО. Вот то, что Украина потерпела катастрофическое поражение в контрнаступе в прошлом году, это ведь потерпело катастрофическое поражение НАТО и Соединенные Штаты. Потому что украинская армия наступала по инструкциям, по наставлениям НАТО, под руководством натовских офицеров. Но НАТО никогда не воевала с армией, которая равна ей по силе. Никогда не преодолевала глубоко эшелонированной обороны, которую выстрелила наши вооруженные силы. Никогда не преодолевали мощные мины и поля ширкомасштабные. Но вспомним Югославию, вспомним Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан, которые бомбили натовцы. Они ведь начинали с чего? Они наносили, ну, во-первых, обкладывали эти государства блокадой, различными санкциями, выматывали экономических. А потом начинали бомбардировки ракетами, бомбами и так далее. Нарушали всяческие связи жизнедеятельности любых городов. Но мы помним Белград. Водопровод, канализации, железнодорожные мосты, школы, больницы, детские сады, телевизионные станции. Даже посольство китайское уничтожили. Все мосты на Дунае были уничтожены. Поразительная вещь. Приняли НАТО перед этим Венгрию, Чехословакию и Чехию. И Польшу, да? Ну, вот в Венгрии аэродром был подскок американских. И они бомбили с территории Венгрии город Новисад, который на Дунае находится. Новисад – это автономия, венгерская автономия на территории Сербии, да? Ну, вот представляете ощущения венгриев, которые вступили в эту организацию? Эта организация тебя направила против брата воевать, да? Примерно так, как Украину против России направили, да? Вот эта подлость натовская такая. Ну, а на Украине направили войска без поддержки с воздухи, без завоевания господства в воздухе. И просто как пущенное мясо бросили на наши передовые позиции. Ну, 160 тысяч личного состава потеряла Украина. Там несколько десятков тысяч боевой техники, боевой бронированной, автомобильной, ну и разное другое. Там, я уж не говорю по тысяче беспилотников и прочее, прочее, да? Которые потеряли Украину. Вот, что значит воевать под натовским руководством, по натовским инструкциям. Так что, то же самое происходит и сегодня, когда Зеленский обещает, что он готовит новое наступление, новое он взорвет Кривский мост, наконец. То это бред сивые кобылы и фантазии, которые не связаны никак с реальностью. Но он должен пудрить мозги своему населению, чтобы оставаться у власти. Должен пудрить мозги своим кураторам, чтобы они ему давали деньги, боеприпасы. Но я думаю, что это долго не может продолжаться. На днях президент Беларуси выскал такую мысль, что Беларусь могла стать третьей силой в столкновении между Россией и Украиной. Но когда мы говорим «Украина», то понимаем, что ни одной Украины, а как раз теми, кто за ней стоит. Ну и, естественно, когда он об этом говорил, он имел в виду, в первую очередь, когда говорил о третьей силе, как о миротворческой силе. Вот на ваш взгляд, сколько еще должно пройти времени, чтобы те, кто, ну опять же, не Украина в данном случае, точнее, не ее руководство, кто за ними услышали этот призыв? Я думаю, мы должны быть благодарны Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что за его твердую позицию он всегда был миротворцем, он всегда стремился к тому, чтобы не допустить кровопролития на Украине и делал все для этого, и переговоры и с Владимиром Владимировичем устраивал, и звонил Зеленскому и так далее. Но, к сожалению, ситуацию рулил Вашингтон. Вашингтону очень важно было, Вашингтону очень нужно было разорить Россию, ослабить Россию, и он делал это через Украину. Мы практически, ведь Вашингтон воюет с Россией, не Украина воюет с Россией, НАТО воюет с Россией, на земле Украины с жизнями украинского народа. Конечно, Александр Григорьевич прав, надо договариваться, но вопрос в том, с кем заговариваться сегодня на Украине, с Зеленским. Я не буду говорить о том, что он издал указ о том, что никаких переговоров и так далее, но он никто, и звать его никак. Его слово ничего не стоит. Мы же знаем, что произошло с минскими договоренностями третьего издания, да, минских договоренностей. Никто не собирался их выполнять, да? И Меркель, и Аланг потом признали, что да, мы его подписывали, и знали, что никто выполнять не будем. Мы давали время, чтобы Украина вооружилась, да? Разговаривать сегодня с Вашингтоном, ну, опять же, как разговаривать с тем, кто хочет войны, да? Они не хотят переговоров. Они, я понимаю, что, конечно, я думаю, что роль Белоруссии уже после окончания боевых действий, конечно, будет велика, потому что и Белоруссия будет помогать становлению этого украинского народа, того, что там происходит, потому что Украину надо будет восстанавливать. Да, мы сегодня наносим удары там по теплоэлектростанциям, по гидроэлектростанциям, по железнодорожным узлам. Это логика войны, да, потому что надо лишать армию ее тыла, да, ее, как бы, возможности восстанавливать боевую технику, проводить ротацию, личные сорта и так далее и тому подобное. Мы это делаем, вот. Но когда мы освободим Украину, нужны будут кадры для того, чтобы новую администрацию возглавлять, да, для того, чтобы наводить порядок на этой, потому что на Украине бандеровцы будут действовать еще достаточно долго. Мы же помним 45 по 56 год, что проходило на территории Украины. Да и в Белоруссии мы помним, что на западе Белоруссии проходили вот эти вот бандеровские, ну, там были лесные братья другие, и в Литве лесные братья. И этот опыт нужно будет применять, который накоплен в те годы был. И я думаю, что Белоруссия окажет огромную помощь России в этом отношении. Вот. И полиция, милиция, которая должна будет работать, суебные органы и специальные органы, которые должны будут работать на Украине. Я понимаю, что на Украине есть свои люди, которые сегодня сидят в подполье и ждут возможности, чтобы применить свои знания, свои умения и так далее. Но им тоже надо будет поддержать, потому что им нужна будет помощь и Москвы, и Минска, и, может быть, других стран ОДКБ, которые придут на помощь. Хотя я сильно сомневаюсь, там некоторые страны ведут себя очень, как бы, лицемерно, скажем так, мягко. А Белоруссия – это верный союзник России, в чём искренности и желании помочь, поддержать и решать проблемы миротворческие. Сомневаться не приходится. Наоборот, только благодарность можно высказать руководству Белоруссии, лично Александру Григорьевичу за такую позицию. Вот, как говорится, там, если китайский руководитель говорит, мы стоим спиной к спине, то мы с Белоруссией стоим плечом в плечу против общего врага. Так что спасибо ему. Ну что, спасибо вам на добром слове, в целом, за оценку такой Белоруссии и усилий белорусских. Тогда уже немножко так попробую погрузить вас, позволю себе погрузить вас в белорусскую повестку. Белоруссия переостанавливает своё действие в договоре до все, ну, для тех, кто вдруг не знает… Об обычных вооружённых силах в Европе. Да, договор о обычных вооружённых силах в Европе. Договор, конечно, очень интересный, в том плане, что был подписан между блоком НАТО и Варшавским договором, и за исключением России и Чехословакии, которой уже нет, есть Чехия и Словакия, все государства, которые подписывали со стороны Варшавского договора, уже давно члены НАТО. Да, его там в 99-м году переподписывали, ввиду того, что всё это поменялось, но… Да, в 99-м году была адаптация этого договора в Стопуле. Но ратифицировали после этого 99-го года, по-моему, только четыре государства. Да, Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан. И Казахстан. Всё. И вот сейчас, собственно, принято решение не о выходе, а о приостановлении участия в этом договоре. Абсолютно так. Но я напомню, что вы всё сказали историю этого договора, но важно сказать, в чём смысл был этого договора. Он распределял пять квот по танкам, боевым бронированным машинам, артиллерии, в том числе самоходные, самолётам, истребителям, бомбардировщикам и вертолётам на каждую из стран, которая входила в НАТО и которая входила в Варшавский договор, и на европейские части России, Грузии, Азербайджан, Армения, Казахстан. Потому что часть Казахстана тоже входит, если по географии посмотреть, река Урал делит Азию и Европу. И за Уралом в Европе находится часть земли Казахстана. Поэтому Казахстан был частью этого договора. И эти квоты были равные для всех, для каждого государства и так далее. Когда лопнул Варшавский договор, и квоты, конечно, перестали соответствовать тем параметрам, которые были обозначены. Да, здесь очень важно ещё сказать, что договор строился на доверии. Вот. Значит, каждая страна представляла в Вену, военный комитет Вени, комитет организации европейского единства, да, вот, свои данные о том, где размещены те или иные части, сколько там танков, сколько боевых машин и так далее. Все страны передавали эти сведения туда, в военный комитет, вот, ОБСЕ, Организация по безопасности сотрудничества Европы. И любая страна, которая входила в этот договор, могла прислать свою инспекцию и проверить, там, прилететь в Азербайджан и проверить, сколько танков там есть в тех воинских частях, которые указывали, да. Россия могла прилететь в Германию посмотреть, там, Белоруссия могла в Италию и так далее, да. Вот, на американские базы, так это и делалось какое-то время. Но, когда в 99-м году произошла адаптация этого договора, о чем вы говорили в Стамбуле, и квоты опять подравняли по сравнению с тем, что было, да, и там фланговые ограничения определенные были, ну, в общем, я не буду в эти нюансы вдаваться, они не столь важны. Важно, что действительно 4 страны, которые входили, Россия, Киев, Украина, Белоруссия и Казахстан, ратифицировали, а остальные нет. Литва, Латвия, Эстония вообще выпали из этого договора. Ну, и по команде Соединенных Штатов никто не стал ратифицировать. И вот это продолжалось до 2007 года. В 2007 году Владимир Владимирович Путин принял решение приостановить участие в этом договоре. То есть прекратились инспекции Запада-России, а Россия-Запад, да? Ну, вот Белоруссия оставалась членом этого договора, но Белоруссия не могла послать инспекции по всем странам Европы и в Соединенные Штаты, чтобы проверить, как там соответствуют эти договоры. И когда Запад потерял возможность контролировать Россию, тем более, когда в России были боевые действия на Кавказе, нам приходилось передислоцировать какие-то воинские части и так далее и тому подобное, смысл до всех был потерян. Никакого доверия друг другу не было, никакого контроля друг за другом не было. Но единственное, что оставалось, это наш представитель в Вене в военном комитете продолжал работать. Но опять же, ну да, в Вене в комитете продолжал работать. Ну а толку что? Да, фиксировал там какие-то данные, которые присылали. Но поэтому вот в 23-м году Владимир Владимирович принял окончательные, бесповоротные решения о выходе из этого договора. Тем более, что он не работал. Вот теперь Белоруссия приняла решение о приостановке. Казахстан принял решение такое о приостановке. Ну а Украина, смысл вообще, когда идут боевые действия на территорию Украины, в чем смысл этого договора нет. Ведь самое печальное не только в том, что этот договор не работает. Ведь этот договор параллельно был с договором об открытом небе. Вот когда самолеты могли летать на территории той или иной страны, и опять же проверять соответствие представленных данных тому, что происходит на Земле. Мы, Соединенные Штаты, могли летать. Соединенные Штаты над нашей территорией, или там французы над нашей территорией и так далее. Но Соединенные Штаты отказывали нам в полетах на территории Соединенных Штатов. Вот как сейчас они нам отказали в выполнении обязанностей по договору СНВ-3. Мы почему приостановили участие в этом договоре? Потому что Соединенные Штаты не пускают наши самолеты на территории Соединенных Штатов, не дают возможности нашим инспекторам посмотреть, как они выполняют свои обязанности. Более того, махлюют, они говорят, что мы переоборудовали часть подводных лодок с стратегическими ракетами на крылатые ракеты. Мы говорим, окей, покажите нам эти шахты, где у вас стоят томогавки вместо трайдентов. Они говорят, нет, мы не можем, ведь договор распространяется на трайденты. На томогавки не распространяется, мы вам не покажем. Вы представляете, это такие вот шаромыги такие, понимаете, махинаторы. Но мы сказали, окей, ребята, вы хорошо устроились, поэтому мы вас тоже не пустим. Последний раз мы пустили их, показали им «Авангард», гиперзвуковой блок. А вот когда мы «Сармат» ставили на боевое дежурство, уже никакие американцы его не видели. Мы их не подпустили. Единственное, что мы оставили за договором СНВ-3, это предупреждение об испытательных пусках. Мы предупреждаем, что летит ракета, и они предупреждают, что они запустили ракету. Но чтобы ни та, ни другая сторона не подумала, что это боевой пуск и боевой удар. Все. Поэтому, если нет равноправия, если нет равной безопасности для нас и для них, если нет равного доверия между ними, если одна из сторон хочет получить преимущество по сравнению с другой договорящей стороной, ну какие могут быть договоры? Конечно, это говорит о кризисе, о глобальном кризисе всей договорной базы, которая существует, и не только в военной сфере. То есть, говорит о том, что никто из нас, конечно, сейчас не скажет, когда это произойдет, но то, что мир будет нуждаться, он уже нуждается. Но сейчас пока еще не тот, наверное, момент, но то, что так или иначе возникнет какая-то новая структура безопасности и новая структура договорных отношений, которая регулирует в том числе и то, что когда-то регулировали все, СНВ и так далее. То есть, все это впереди, но на каких-то, наверное, других уже принципах. Еще немножко о Беларуси. Не знаю, следили вы или нет, не так давно главнокомандующий белорусскими вооруженными силами, президент Беларуси Александр Лукашенко, встречался с представителями, с руководством белорусского ВПК. Много новых видов вооружения сейчас используется. Это, в первую очередь, беспилотные, не только летательные аппараты. Уже сейчас мы наблюдаем и как наземные там какие-то ездят. Не просто уже там подвозят БК или увозят раненых, а уже и стреляют. Но глава государства акцентировал внимание белорусских, собственно, оружейников на том, что обычное вооружение, стрелковое, те же гранатометы и так далее, и так далее, и боеприпасы к ним решают по-прежнему очень многое, если не все. Вот в реальном столкновении. Да, все классно, когда есть спутниковая разведка, когда есть дроны всех видов и мастей, дальности и грузоподъемности, и так далее, и так далее. Но если нет вот этого самого главного, то все вот это вот работать не будет. Я думаю, что он абсолютно прав. Конечно, я понимаю, что белорусские ВПК нельзя сравнивать с ВПК России, или Германии, или Соединенных Штатов. Вы не можете производить стратегические ракеты, но вы можете решать тактическое оружие, оперативно-тактическое оружие. У вас прекрасный комплекс «Полонез», который стреляет на дальность 300 километров, хорошая ракета, высокая точность и так далее. Но и гранатомет, вот вы говорили, гранатомет, да? Ну, простое оружие, РПГ-7, простое примитивное оружие. Труба, спусковой крючок и прицел. Но граната, которая у него есть, кумулятивная, с тандемным взрывателем, она действует очень эффективно против любого танка. Я помню 2007 год, когда Израиль напал на Ливан, да? И в Ливан как раз перед этим получил наши гранатометы из Тульского завода. Шипунова Аркадий Георгиевич, тогда Тульский завод, имел право на экономическое сотрудничество с зарубежными странами. Потом у него забрали эту лицензию. Но неважно. И он поставил наши гранатометы с тандемным взрывателем на гранатометы. И вот хваленые танки еврейские, израильские, которые считались самыми защищенными в мире, колесницы их знаменитые, да? И сидит воин Хезболы, боец Хезболы за камнем в кустах. Гранатомет между катков в бабах. И танка нет. Танк останавливается. Потом под башню бабах и взрыв танка. Они за неделю войны подбили около 40 танков. Это был удар по Израилю очень мощный. Поэтому стали обвесы какие-то делать, щиты дополнительные там на катках и так далее. Сегодня у Израиля, если вы посмотрите на эти танки, у них так называемые мангалы над башнями сделаны. По образцу, как наши ребята на специальной военной операции устраивают это все. Поэтому, когда Беларусь производит такие гранатометы, когда она делает такие гранаты, которые могут действовать. Что такое? Это 50 долларов, это вся конструкция против танка, которая 5 миллионов стоит. Беспилотники белорусские, тележки, на которых можно ставить и системы ПВО, можно ставить и системы залпового огня и многое другое. В Беларуси есть и прекрасные электроники, прекрасные прицелы, которые для автоматов делаются. Я думаю, что я, к сожалению, подробно не знаю всего ассортимента того, что делает Беларусь, но то, что я знаю, это, конечно, очень хороший военно-промышленный комплекс в Беларуси. И очень хорошо, что белорусский военно-промышленный комплекс активно сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом. Что тележка наших комплексов ЯРС – это белорусского производства. И это здорово. Я думаю, что и не только под ЯРСом на тележке вашей находится. Но я думаю, что я не открываю никаких секретов и никаких фантазий у меня нет. Но моя память сохранила то, что я был на вашем заводе тяжелых тягачей, и я видел, какие у вас мастера, как здорово вы делаете эти тележки. Это замечательное мастерство, замечательный завод и так далее. Поэтому, конечно, наше совместное сотрудничество, оно укрепляет безопасность как к России, так и к Беларуси. И я думаю, что это надо продолжать, это сотрудничество. Тем более, что оно сегодня в новую сферу вышло, и с ядерным оружием появилось на территории Белоруссии, что придает гарантии ее безопасности. Тем более, что Белоруссия со всех сторон окружена, если не считать российскую границу, очень агрессивными государствами начинают. Польша, Литвы и Украины. Она как бы на передней линии безопасности находится. Поэтому, да, вклад Белоруссии в укрепление безопасности союзного государства, я думаю, он очень большой, ценный. И этим вкладом надо дорожить и развивать наше сотрудничество. Если говорится о гранатометах, то совершенно недавно белорусские производители представили новый гранатомет, который гораздо эффективнее, чем знаменитый на весь мир РПГ-7. Но это так. Будет время, что называть, свободно. Я думаю, в интернете легко найти эту информацию. Коль уж заговорили об окружении, особенно Белоруссии, ну, а, в общем-то, говорим и союзного государства, новость такая из заголовков. Немцы в Литве. Речь идет о немецких военнослужащих, которые впервые со временем Второй мировой, то есть именно регулярной части Бундесвера, ну, тогда они, наверное, по-другому назывались, не суть, немецкой армии, разместились за территорией Германии. И размещаются они сейчас буквально в нескольких километрах от нашей границы, на территории Литвы. Вот на ваш взгляд, чего здесь больше символизма, которого, безусловно, есть, что называется, либо же реальные боевые угрозы? Ну, не безусловно, это угроза. Это однозначно совершенно. Но это не впервые. Просто раньше на территории Литвы размещался батальон немецкий, а сейчас там бригаду размещают. Одно дело 350-500 человек, другое дело 4,5-5 тысяч человек. Со всеми танками, бронетранспортерами, боевыми машинами пехоты, актиллерии и так далее и тому подобное. Они раньше назывались как бы на ротационной основе, они говорили. Но это все равно на постоянной основе. То есть один батальон приходил, и он его сменщик. То есть вот так вахтовым методом они там находились. А сейчас на постоянной основе будет. Да, это, безусловно, угроза. Безусловно. Я вам больше скажу. На территории Литвы находится аэродром Зокняй, которого вы, наверное, знаете, под Шевляем. Этот аэродром приспособлен для того, чтобы принимать самолеты Еврофайтер, Миражи, Рафали, Торнадо, которые могут нести атомные бомбы в свободу падения, которые находятся на территории Европы. В Италии, в Нидерландах, в Бельгии, в Германии, в Турции, теперь еще в Греции размещаются. Так что опасность очень большая. Поэтому размещение ядерного оружия на территории Белоруссии это не прихоть президента Путина, президента Лукашенко. Это настоятельная необходимость. Это как бы оружие сдерживания любого агрессора. Он должен понимать, что, не дай бог, он сунется на территорию Белоруссии, он получит... Не будем ждать, когда Россия отреагирует на это. Он получит сразу ответ со стороны Белоруссии. Оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», у которого есть ядерная боеголовка. А «Искандер-М» бьет очень точно. У него на 500 километров он попадает в колышек. Коэффициент вероятного отклонения от центра цели – это 5-7 метров. Но для ядерной боеголовки 5-7 метров – это ничто. Даже для фугасной боеголовки 500 килограмм, скажем так, динамита, хотя там не динамит, безусловно, другое взрывчатое вещество – это тоже очень много. Поэтому немцы должны понимать, что в стеклянном доме, если вы живете, не надо бросаться камнями. Вы можете получить то, что вы можете получить. Поэтому, да, внимательно следим за тем, что будут делать немцы на литовской земле, на полигонах, где когда-то тренировались наши десантники под Каунасом, там и шавляем. Но шаг вправо, шаг влево – это для них будет попытка бегства. Она может привести к непоправимым, неотвратимым последствиям. Ну, смотрите, те же Финляндия со Швецией, которые недавно вступили в НАТО, они же тоже, наверное, я думаю, должны понимать, что если до этого они не представляли прямой военной угрозы какой-то, ну или риска, угрозы, военные разберутся в этих тонкостях формулировок, то сейчас-то представляют, и тоже наверняка какие-то пусковые установки уже запрограммированы на какие-то центры в этих государствах. Госсовлютно правы. Но я больше скажу, ведь вступление в НАТО – это не добровольный поступок, особенно со стороны Финляндии и Швеции. Это принуждение со стороны Соединенных Штатов. Ведь для того, чтобы вступить в НАТО, любое государство должно провести сначала референдум среди своего населения по принципам. Ведь ни Финляндия, ни Швеция референдум не проводили. Более того, я скажу, что Финляндия, вступив в НАТО, потеряла почти 50% своего бюджета, который они зарабатывали на России. Деревообработка в карельских лесах, в карельской тайге, молочно-пищевая промышленность Финляндии, которая работала в России, судостроительная промышленность Финляндии. Мы строили ледоколы в Финляндии, дизельные ледоколы, но строили небольшие каботажные ледоколы в Финляндии. Мы строили много чего в Финляндии. Мы торговали с ней всем, чем угодно. Финляндия все это потеряла. Теперь вместо того, чтобы пилить российскую тайгу, они будут распилить свою тайгу. И граница 1300 километров, которая у нас практически ничем не была оборудована между Россией и Финляндией, теперь придется оборудовать и финнам, и нам придется. У нас когда-то в советское время в Петрозаводске была целая армия, а сейчас там полк, и то полк связи стоял. Поэтому теперь мы будем Карельский перешейк очень сильно укреплять. Надо же понимать, что Кольский полуостров, который граничит с Норвегией и Финляндией, это база нашего Северного флота. Там находятся наши стратегические подводные крейсера с стратегическими ракетами на борту. Многоцелевые крейсера, атомные крейсера с торпедами, ракетами крылатыми на борту, с ядерными боеголовками, надводные корабли крупнейшие, самые большие крейсера, это и Нахимов, и Киров, и так далее. Я уже не говорю, там стоит в доке наш единственный авианосец, адмирал флота Советского Союза Кузнецов, Николай Кузнецов. Так что нам придется это все укреплять очень сильно. Не случайно принято решение разделить Западный военный округ на Ленинградский округ, Московский округ, выделить Северный флот из этого Западного округа. Так что Финляндия много раз пожалеет о том, что она вступила в НАТО, но деваться некуда. Что такое НАТО? Это НАТО – это ошейник на шее Европы, который организовали американцы, чтобы управлять Европой. Я иногда называю НАТО цепным псом Вашингтона, который прикрывается овечьей шкурой под видом миротворца. Оборонительный союз, который развязал в последние 30 лет 6 или 7 войн у нас на территории Европы, и не только Европы, и в Азии, в Ближнем Востоке, в Ираке, в Сирии, в Афганистане и так далее. Поэтому, да, Белоруссия и Россия столкнулись с этим вызовом, и мы, конечно, должны быть готовы ответить на этот вызов. Я думаю, что у нас для этого есть все возможности. Так что плечом к плечу. Что ж, спасибо Вам огромное за этот разговор. Всего доброго и удачи. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!